Иерусалим, конец 19 века. Несмотря на нищету еврейской общины, в ней были свои преуспевающие люди. Рыб Шиман был одним из них. Он хорошо понимал ответственность, которую Бог на него возложил, на него вместе с финансовым благополучием. Он щедро давал пожертвования бедным и поддерживал школы и синагоги. Его сын тоже принимал участие в благотворительности. Каждую пятницу Рыб Шиман давал сыну монету, чтобы тот пошел в местный магазинчик и купил мешок конфет. Мальчик выдавал их детям, приходящим в синагогу. Парнишка относился к этому заданию очень ответственно, так как понимал, что для большинства это были единственные сладости, которые они могли себе позволить за всю неделю. Как-то в пятницу Шиман задерживался на работе, и сын переживал, что не успеет в магазинчик. Он знал, из какого шкафчика отец всегда брал монету для конфеты и решил взять ее сам. Слава Богу, он успел в магазин до закрытия. Шиман пришел домой позже обычного и был рад инициативе мальчика, но когда он открыл шкафчик, где хранились деньги, его лицо побледнело. А какую монету ты взял? Я не знаю, говорит мальчик. Я взял монету. У меня здесь была золотая лира. Ты не взял ли по ошибке ее? Я не знаю, я взял монету. А в магазине тебе сдачи не дали? Мне никогда не дают сдачи в магазине. Отец стал расспрашивать мальчика о том, как эта монета выглядела, и понял, что это и была золотая лира. Золотая лира стоила примерно в четыре тысячи раз больше, чем куруш, который мальчику обычно давали на конфеты. Шиман бежит к владельцу лавки. Тот говорит, да, ваш сын приходил, но он мне дал, как обычно, куруш. Как это может быть? Мой сын принес вам золотую лиру? Нет, говорит продавец. Шиман даже пошел в еврейский суд, требуя, чтобы тот вернул ему деньги. Но суд сказал, что так как у него нет доказательств, то они не могут ему помочь. Тем временем весь город стал узнавать об этой истории. Щедрый Шиман, который известен своей благотворительностью, конечно же, не стал бы придумывать подобные истории. А вот владелец лавочки, видимо, поймал возможность прикарманить золотую лиру. Сколько продавец не пытался оправдываться, все, конечно же, верили Шиману. Постепенно вся община стала сторониться лавочника и перестали посещать его магазинчик. Вскоре история облетела весь Иерусалим. В городе с лавочником не разговаривали. Его магазинчик опустел, и он разорился. Его жизнь была разрушена. Он был вынужден переехать из Иерусалима в другой город. Он уехал в Цфат. Проходит пару лет. К Шиману в дверь стучится молодой человек и говорит, что должен извиниться. Некоторое время назад он говорит, что шел по улице и увидел маленького мальчика, несущего в руках золотую лиру. Ребенок с золотой лирой? Я не местный, я его не знал, но я понимал, что что-то здесь не так. Я стал у него спрашивать, откуда у него монета. Он сказал, что отец ему дал ее для конфет. Золотую лиру для конфет. Я сообразил, что он что-то здесь придумывает. Либо он эту монету где-то украл, либо он ее нашел. Я предложил ему обменять золотую лиру на куруш, который был бы более чем достаточен для его покупок. И ребенок согласился. Сейчас, говорит парень, я приехал назад в Иерусалим. Услышал историю с магазинчиком, который разорился пару лет назад и понял, что это все произошло из-за меня. Жертвой этой истории, конечно же, был лавочник. Но у меня к вам вопрос. Кто виноват в том, что он разорился и вынужден был покинуть город? Парень, который обменял монету, конечно же, поступил нехорошо. Но можно ли его обвинять в разрушении жизни лавочника? Маленький сынишка просто не разбирался в деньгах. А Шимон, он не делал ничего плохого. Жители города. Те самые, которые стали осуждать лавочника, перестали покупать у него товары и перестали с ним общаться. Все это, безусловно, их вина. Старожилы Иерусалима рассказывают эту историю для того, чтобы подчеркнуть, насколько осторожны мы должны быть в нашем осуждении других людей. Сколько невинных жизней разрушено из-за того, что люди думают, что они сделали что-то не так. Сколько людей страдают из-за преувеличенных обвинений в их адрес. Сколько родственников перестали общаться друг с другом, потому что кто-то из них, как он считает, сказал что-то против другого. Сколько друзей рассорились из-за того, что один из них думает, что другой сделал что-то против него. Тора говорит, что мы всегда должны дан лахав схуд, что значит искать способы оправдать людей в нашем сознании, даже если мы уверены, что они сделали что-то не так. Потому что чаще всего мы не знаем всю историю. Продолжение следует...